Эти объекты, которые находятся в аварийном состоянии, передаются узбекским инвесторам на 49 лет, а земельный участок на условиях аренды. Взамен партнера собираются провести реконструкцию пансионатов по международным стандартам на уровне 3-4 звезд. После реконструкции, когда эти объекты превратятся в современные гостиничные комплексы, мы ожидаем увеличения туристического потока. Это будут не только соседи из Узбекистана, это будут также отдыхающие из соседних республик, из дальнего зарубежья. Мы ожидаем ориентировочно налоговые поступления в размере 120-130 миллионов сом в год. В-третьих, это рабочие места. То есть, речь идет о 200 рабочих мест на каждый объект, на каждый сезон. Ранее объекты управлялись субъектами Узбекистана. В 2016 году Кыргызстан оформил их на свой баланс. Сегодня пансионат «Золотые пески» передается акционерному обществу «Ташкентский механический завод». Пансионат «Дилуром» – акционерному обществу «Асакабанк». Пансионат «Рахат» – акционерному обществу «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». Незавершенный объект «Бустон» – акционерному обществу «Успромстройбанк». Узбекская сторона взяла на себя обязательства трудоустроить около 80% граждан Кыргызстана. Ожидается, что сумма инвестиций составит около 20 миллионов долларов для каждого объекта. В настоящее время планируется провести ремонт очистных сооружений и другие ремонтные работы. В пансионате с 1984 года не проводили реконструкцию. Сейчас объект нуждается в проведении ремонта очистного сооружений. В нынешнем состоянии уже со следующего года дом отдыха не сможет принимать людей. 49 лет как работает пансионат «Дилуром». Количество мест рассчитано на 500 человек. Но из-за аварийного состояния во время пиковой нагрузки мы принимаем всего 400 отдыхающих. «Дилуром» давно нуждается в обновлении внешнего вида и улучшении мебели и другого оборудования. Тем временем пользователи в соцсетях отметили, что срок аренды домов отдыха слишком большой. Президент по этому вопросу дал пояснение информагентству «Кабар». По четырем пансионатам скажу следующее. В 2016 году Тимир Сариев, будучи на посту премьер-министра, отобрал их, что больше походило на популизм. Скажу честно, тогда надо было изучить архивные документы и поразмыслить над будущим этих объектов. Если бы были гарантии тому, что мы таким действием не проиграем в международном суде, то оно было бы уместно. В том же году узбекская сторона обратилась в Международный суд в Вашингтоне и потребовала возместить ущерб в 65 миллионов долларов. В 2017 году Сапар Исаков направил письмо узбекской стороне, в котором было предложено решить вопрос мирно и проработать возвращение четырех пансионатов узбекской стороне. Вместе с тем он попросил отозвать иск, но узбекская сторона не стала отказываться от исковых требований. В мае этого года судом было вынесено решение, согласно которому кыргызская сторона должна выплатить более 40 миллионов долларов. «Мы провели переговоры с узбекской стороной и пришли к соглашению, что передадим объекты в аренду на 49 лет, а они их модернизируют до уровня четырех пятизвездочных отелей. Выплатить им предъявленную сумму у нас возможности нет. Состояние этих пансионатов сегодня оставляет желать лучшего. Они настолько обветшали, что их можно назвать уже сараем. «Сами мы не сможем в ближайшие 15-20 лет инвестировать в их модернизацию, потому что у нас полно других критичных пробелов. Пока их не золотаем. О пансионатах не может быть и речи. Если продать эти четыре пансионата, то их даже за 4 миллиона долларов никто не купит, не говоря уже о 40 миллионах. Ну а утверждать, что можно было бы сдать в аренду на 5-10 лет – это невежество, потому что только строительство четырех пятизвездочных отелей займет эти 5-10 лет. Поэтому ни одно государство не согласится вложить столько денег, не имея гарантий, что окупит свои инвестиции. Тех, кто трубит о том, что отдали кемперабат, можно назвать невеждами. Кемперабат никому не отдавали, наоборот, получили. Мы заключили соглашение об управлении им на равных правах и забрали себе 50%. Раньше к нему не подпускали даже на 50 метров. Не правда ли? Мы готовы ответить. Не краснее за каждое наше решение и дело даже через 50 лет. Наша работа целиком и полностью делается во благо народа. Поэтому прошу вас не обращать внимания на информацию некоторых сайтов, которые стремятся вызвать резонанс по какому-либо делу. Ежегодное количество туристов на Иссыкуле растет. Отмечается, что только в прошлом году жемчужину страны посетило более 1 миллиона отдыхающих. Передача убыточных пансионатов узбекским коллегам повысит налоговые поступления, создадут дополнительные рабочие места, увеличит туристический поток и улучшит качество сферы обслуживания.